Ребята, всем привет! Меня зовут Руслан Абдул-Насыров. Обычно все привыкли, что я снимаю видео о блоге про бизнес, про предпринимателей, которые живут в Казани, либо в Татарстане. Сегодня у нас будет необычный влог. Я хочу попробовать себя в качестве ведущего обзора на экстрим технику. У меня будет такая небольшая серия. Ребята с компанией BRP, а точнее представительства BRP в Татарстане, максмоторс.ру, предоставили вот такую технику на длительный тест-драйв с условием, что я сниму честный и правдивый обзор. Ну, как говорится, ударили по рукам и погнали. Сегодня у нас на обзоре будет BRP канал Райкер. Это городской трайк, младший брат Спайдера. Спайдер – большая версия, более тяжелая для межгорода. Ладно, я буду немного где-то ошибаться, где-то запинаться. Вы меня слишком не пинаете. Помогайте мне стать лучшим. Подпишитесь на канал, если не подписаны. Поставьте лайк. Нажмите колокольчик. Ну вот, собственно, трайк. Мы идем к нему. Вот такой вот ключ. Точнее, два ключа. Тут очень много интересных будет сейчас фишечек. Как раз то самое интересное, что, например, я до начала теста этого трайка даже не предполагал, что так может быть. Ну, давайте вот, в принципе, мы сначала посмотрим его экстерьер. Экстерьер, конечно, всегда футуристичный на треках, потому что они выглядят как будто бы прилетели с будущего. Теперь переходим к технической части, которая, возможно, вот вам покажется тоже интересной. Ну, я уверен даже, что вам покажется интересной. Как заводится этот красавец? Вот этим ключом. Как это делается? Вот здесь есть гнездо для ключа. Эти ключи, они все универсальные. И даже их можно перепрограммировать, чтобы от него заводился снегоход, гидроцикл, трайк и еще что-то, может быть, там, допустим, багги. Вставить ключ мало. Мало поставить кнопку на старт. Он не заведется. Ну, вот. Включается зажигание, и он не заводится. Тут нужно еще снять ручник. Вот. Видите? Он дает сразу сигнал, что ручник снят. Ну, то есть, причем, ручник сделан для того, чтобы трек никто не угнал. Вот этот вот ключик второй, который мы играли вначале, он позволяет закрывать замок и открывать его. То есть, мы поставили ключ, сняли с ручника, переключили стоп-кнопку в режим «запустить». Не запускается. Еще одно препятствие. Вот это вот ножка тормоза. Нажимаем ножку тормоза и поехали. Представляете, сколько нужно сделать действий для того, чтобы завести эту штуковину? Не знаю, если вы знаете, почему так столько алгоритмов для того, чтобы завелся трек, пожалуйста, напишите в комментариях. Либо напишите мне в директ мой инстаграм. Переходим. Переходим к обзору вообще, в принципе, это функциональных каких-то мероприятий, это двухместный троек, можно сидеть здесь, можно здесь, есть небольшой вот такой вот, вот такая мягкая спиночка, можно держаться вот за вот эти ручки, они такие прорезиненные. Ну, здесь, понятно, здесь ремень, вариатор, нету скоростей, очень много светодиодов, ну, то есть, видно, что уже техника современная. Аварийный сигнал, сигнал звуковой, поворотники, фары. Мы видим на приборке, слева у нас бензин, справа температура, вот такие вот кнопки здесь. Ну вот, собственно, как и на любом мотоцикле, здесь все очень просто и понятно. Ну вот, все, в принципе, я показал все самое основное, или мне даже кажется, все, что я вижу или там понимаю. О технических характеристиках я расскажу вам прямо сейчас. То есть, мне ребята с BRP прислали, ну, такую шпаргалочку небольшую. Это тачка 2020 года выпуска, и это модельный год. То есть, вот, видите, мне вот так вот прислали. 82 лошадиные силы, это вот у этой версии есть еще версии, где есть 50 лошадиных сил. Ну, то есть, там 90, 900 кубиков, либо 600 кубиков объема двигателя. Двигатели стоят ротоксе, они на ремне, вариатор. Ну, все, в принципе, здесь, ну, понятно, что задний привод. Гарантия на эту тачку 2 года. Тут есть система курсовой устойчивости, система управления тяговым усилием, антиблокировочная система тормозов, цифровая кодируемая ДЭС. Я не знаю, что это такое. Если вы знаете, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Система помощи при трогании на подъеме. Офигенно актуальная вещь, особенно в городе, чтобы не париться. А, я вам забыл показать, как включается задний скорость. Сейчас посмотрите офигенцем. Первый способ двигаться ногами. В принципе, ну, тоже способ, вот такой вот. Трак достаточно легкий, но есть тут, конечно, и механическая возможность, но надо наклониться и вот такой вот рычажок переключить вниз. Вот так вот. Ногой это навряд ли сделают, хотя, я не знаю, может быть, как-то пятки это можно сделать. А, вот можно пятки сделать. И вот так вот можно и так. Вот. Слушайте, я тоже учусь вместе с вами. Короче, он переключается на заднюю скорость пятки. И, в принципе, вот мы сейчас поедем с вами назад. Все, ручного тормоза нету. Есть только тормоз, который один ножной. Он фактически передает тормозные усилия на передние колеса, ну, и на задние тоже, в том числе. Вот на этой версии уже, конечно, стоят, я так понимаю, тюнинные амортизаторы с дополнительным балловым расширением Fox. Ну, вот, собственно, если вас заинтересовала вот эта тачка, можете обращаться к представителю PRP. Это MaxMotors.ru, ребята. Тем временем я потихоньку заканчиваю заниматься болтологией. Сейчас одену куртку, шлем, возьму документы, права, выезжаю на дорогу и показываю вам, как трайк выглядит в действии. Поехали. Первая вот сотня метров говорит о том, что машинка устойчивая. Не знаю ее в динамике, но вот сейчас попробую выехать на дорогу уже общего пользования и там чуть побыстрее поеду. Ну, вот, собственно, первые километры. Ну, прикольная штука, прикольная, очень удивительная. Такой гибрид непонятный. Мне это показалось кабриолетом. Вот я вспомнил ощущение, когда брал в аренду кабриолет. Было очень похоже, когда ты уверенно едешь с открытым верхом. И просто обалдеться, хорошие походы. Я приехал еще где-то полгорода. Ну, так по центру покатался. Ощущение, конечно, классное. Ну, то есть, вот эта вся техника, она прям заточена на то, чтобы ты в нее влюблялся потихоньку, постепенно и, видимо, навсегда. Я, честно говоря, перед тестом даже не думал о покупке этой тачки. Вот езжу и просто офигеваю, какая все-таки эта игрушка. Приключила на спорт режим, и динамики существенно прибавилось. Причем гораздо прибавилось сильнее. И она прям очень быстро ускоряется. Конечно, из плюсов в городе то, что не читают камеры передний номер. Его здесь нету, есть только задний. Можно разгоняться там, где все притормаживают. Ну, и, конечно же, вот этот вот футуристичный вид трека, конечно, привлекает внимание водителей. И, кстати, не только водителей, но и симпатичных девчонок. В целом, на затяжных поворотах, наверное, приходится руль удерживать дольше обычного, больше обычного усилия предлагать. Потому что, ну, понятно, есть два колеса, но при этом нету гидроусилителя руля, и за счет этого держится всего, конечно, рук. Эгегей, привет! Вон, смотрите, там ребята снимают. Короче, это такой городской кабриолет с габаритом гораздо меньше. чем у любого кабриолета. И вот люди, видите, фотографируют, улыбаются, конечно. Очень много эмоций. Я, например, получаю эмоции, когда кто-то получает. Ну, все, наверное, по-разному. Да, конечно, по клиренсу там, конечно, зазор маленький. Вот прям маленький. И это вот четко только для города тачка. Вот прям видно это вот. Где-то Тимур. Вот тот самый парень, который снимет обложку для этого влога. Тим, привет! 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 Я тебе доверяю настолько, что даже маску снял. Ох ты! Как будто ты консерватив этот снял. Ты же творческая личность. Ты же художник, творишь. Что скажешь? А? Кайф. Вот здесь что-нибудь синенькое не хватает. Чуть-чуть. А то здесь много синего. Ты слушай себя. Это называется, человеку только дай, бля. Ему просили, вы просто скажете свое мнение, а он уже добавлять тут начал. И сказать, как хорошо, а он начал говорить свое мнение. Да, да, да. Да, кстати, это тот самый случай, когда вещь выглядит понтово и ездит понтово. Бывает наоборот на самом деле. Выглядит понтово, а едет так себе. А это вот прям все сбалансировано. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, первые впечатления. Впечатлений, конечно, как всегда масса. Особенно, когда вот сейчас пошел дождик. Я понял, что на трайке ведь очень хорошо. Прям безопасно на мокром асфальте, особенно если он свежий, такой постеленный, как паркет. Сейчас ехал, вон, смотрите. Есть небольшие вот следы от дождика. И вот в этом месте я сухой. Ну, то есть вот, 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 чуть-чуть есть на рукаве. Классно. Это, опять же, подумали о аэродинамике. Из минусов, из минусов, трайк становится практически полноценной машиной. И не протиснешься нигде между рядков. Потому что были моменты, где моциклисты проезжали сквозь ряды, а я как бы стоял так послушно, как будто бы я фактически на автомобиле. Но при этом ты не можешь воспользоваться, как, допустим, на кабриолете, крышей, да, когда начался дождь. И еще из того, что меня смутило, смутило то, что на затяжных поворотах надо будет крепко держать руль. Особенности скорость большая. Повышенное внимание, не знаю, это плюс или минус, но иногда, конечно, хочется вот просто спокойно ехать. А тебя все время кто-то фотографирует, ну, вы видели, да? По расходу пока ничего не могу сказать. Ну, я думаю, что при 800 кубах тут он вообще ничего не ест на вариаторе на этом. Ну, срывает. Я вот поставил спорт режим, и он хорошо срывает с места. И вот прям, прям дает жару. Ну, я подумал, если когда будет дождь, как будет он себя вести. Вот эти вот, вот такие вот эти крылья специально сделаны для того, чтобы не вылетало из-под колеса и не попадало сюда на человека, на ноги его. Потому что, когда на мотоциклах, когда на мотоцикле едешь, то, конечно, носки, ботинки, ну, будут мокрыми, если не одеть специальные такие мото-бахивы. Ну, из плюсов, из плюсов, это, конечно, эмоции, кайф, которые ты получаешь сам, даришь прохожим, когда они тоже улыбаются, им это все нравится. Я хочу поблагодарить компанию Max Motors за то, что они дали эту тачку на тест. Я хочу, чтобы вы написали в комментариях, как вам вообще такие обзоры, которые делает предприниматель. Я сейчас еще раз, я не предприниматель сейчас, я обыкновенный пользователь, парень, который очень сильно любит вот такого класса технику. Мне интересно делать такие вот обзоры. Может быть, это даже какой-то такой дауншифтинг, вы скажете, нафиг тебе, чуваку, которого дофига что есть, который может просто прийти и купить, делать эти обзоры. У меня садится камера, поэтому все, ребята, спасибо большое, что вы были весь этот обзор вместе со мной. Пишите, что вам еще добавить, что не стоит вообще, в принципе, рассказывать. Да, чуть не забыл, у нас ведь есть розыгрыш среди всех комментаторов, кто оставит комментарий. К этому влогу я разыграю фирменный брелок, фирменный аксессуар от компании BRP. Поэтому, ребята, долбите комментарии, мне они очень важны, мне нужна обратная связь, чтобы делать и становиться лучше. Пока!